Груви! Юпи! Оу-я! Соннава! Если ты помнишь эти крики червяка Джима, то ты точно пришёл по адресу. Ведь 2022 год, походу, станет не годом тигра, а годом земляного червя в роботизированном боевом костюме. После долгих 23 лет отсутствия, которые Джим, по его собственным словам, провёл в рехабе, великий укротитель коров и защитник щенят возвращается с новыми силами. В этом году старина Джимми получит новёхонький анимационный сериал и долгожданную четвёртую часть, работа над которой началась аж в 2008-м. Ох, лучше про срок разработки не вспоминать. Все редакции надеемся, чтобы эти злодеи не перенесли релиз в очередной раз. Короче, давайте верить в лучшее. А лучшее — это культовая серия Earthworm Jim, в которую рубились все школьники в 90-е годы прошлого века. Заинтересовал? Тогда смотрите дальше. В 90-е у молодёжи было два настоящих героя Грува. Первым был Диджей Грув, который не исчезал из эфира радиостанции с хитами «Счастье есть» и «Ноктюрн номер три». А вторым был Джимми, самый обычный земляной червь и поглощатель гумуса, которому волей и случая удалось стать нелепым, комичным, но очень обаятельным супергероем. Так сказать, червячка заморил Дуглас Тен Нейпел, аниматор и художник-мультипликатор, перед которым поставили задачу создать креативного персонажа комиксов. Первым делом Дуг придумал «Кота Зловреда», комикс с участием которого появился ещё в 1991 году. А вот Джим был придуман позднее, в ноябре 93-го. Первоначально Джима хотели назвать «Ланселотом» или сокращённо «Лэнсом» в честь известного рыцаря из легенд о короле Артуре. Идея шла от Дэвида Перри из команды Shiny Interactive, создавшей первые игры про нашего червя. Но внезапно сам Дуг оказался против. Он настоял на том, чтобы все придуманные им герои носили те имена, которые он же для них создал. Кстати, о креативе. Мы в редакции IGM не строгие Тен Нейпел, поэтому запустили 7 января крутую активность. В сообществе канала мы опубликовали пост, в котором разрешаем зрителям придумать абсолютно любую тему для нашего следующего ролика. Без ограничений, друзья. Достаточно написать желаемую тему в комментариях, и та, которая наберёт больше всего лайков, будет воплощена в жизнь. Ну или просто проголосовать за чужую, понравившуюся вам тему в посте по ссылке. Сама ссылка ждёт в описании. Результат опубликуем уже на этой неделе в том же посте, 14 января. Так вот, о чём-то я. Споры и разногласия по поводу червяка начались сразу же, но это не помешало автору перенести безумных героев типа Психоворона, Майора Слизи или Профессора Обезьяноголова в игру. Дугласа до сих пор помнят за его уникальные игры типа Skull Monkeys, Amic Rock и The Neverhood, которые в России принято называть фразой «Не верь в худо». Но лучшим творением чудаковатого мастера стала диалогия Outworm Jim, созданная совместно с небезызвестным Дэвидом Перри, о котором я рассказывал в ролике «О провалах игр по Матрице». На создание хита у авторов ушёл год. Разрабатывать Джима начали в октябре 93-го, а выпустили в октябре 94-го года на 16-битных платформах. Супер Нинтендо и Дженезис. Благодаря тому, что Дэйв Перри ранее участвовал в создании графического движка для платформера «Аладдин», авторы смогли быстро адаптировать его для новой серии игр. В итоге Джимми на момент выхода в конце 94-го мог похвастаться топовым графоном с тонной деталей и мелких вещей, за изучением которых можно было залипнуть на долгие часы. Все эти анимации с ужимками и смешными выражениями червячей физиономии напоминали лучшие комедии с Джимом Керри. Неудивительно, что у червяка такое же имя. Достаточно просто сравнить анимацию грустного червя, когда он перемещается по уровню без своего скафандра, как омешка, и гигачада Джима с суровым лицом после того, как он запрыгивает в костюмчик. А помните анимацию, как висящий на каком-либо предмете Джим подтягивает себя за задницу, чтобы его не укусили снующие внизу враги? В игре было прекрасно все. Запоминающиеся уровни и монстры, сложные платформенные элементы, дикая хардкорность и межуровневые пароли, в которых были спрятаны символы коров. Вообще, коровы — очень важная часть лора Earthworm Jim. В одной из игр серии нам раскрывают тайну, что все персонажи — переодетые коровы. Даже спустя два десятилетия многие не забудут пробежки по детализированным кишкам, отвратительный уровень с хрупким батискафом, который необходимо за отведенное таймером время доставить через кучу подводных препятствий, и соревнования по банджи-джампингу с монстром, который держится буквально на сопле, а червя требуется эту соплю разорвать. А еще там были шутки про метеоризм и метеоритный дождь, борьба с фекальными микробами в потрохах и ожившая двенадцатиперстная кишка на десерт. А после финальный уровень под названием «Жапоград», в конце которого ждал воинствующий сфинктер. А точнее, королева-слизнезадница, которую придется уничтожить, отрезав ей жало. По количеству жопных шуток Jim запросто может соревноваться с эталоном жанра «Бугерменом», который также выходил на 16-битных консолях в далеких девяностых. Оба герои даже используют для перемещения один и тот же агрегат — унитаз. Самый логичный способ телепортации, если ты герой игры с акцентом на сортирный юмор. Для Джима придумали немало мемных фразочек и криков, самым известным из которых стал «Груви!». На русский это переводится как «Крутотенюшка». А еще эти псевдоковбойские крики типа «И-ха! Ю-пи! Блэм!», во время которых Джим раскручивает собственную голову, подобно ковбойскому «Лассо». И как забыть фирменное «Айм Рокетмен!» В общем, послушайте-ка их сами. При этом игра была жутко хардкорной. Количество жизней строго ограничено. Если зафейлил, то начинай с самого начала. Злобного котика-зловреда вообще придется убить 9 раз по количеству кошачьих жизней. Да и обычные враги, суровые, например, адские банкиры с кейсами, которые используют их в качестве щитов. То есть чаще всего игроки видели анимацию смерти Джима, от которой внутри у них самих что-то умирало. Нет ничего удивительного, что такой герой быстро завоевал умы и сердца геймеров. Джима по-быстрому поставили на конвейер, и сиквел появился в короткие сроки. В ноябре 95-го под звуки праздничного пердежа на консолях Genesis и SNES выходит сиквел. Он еще безумнее оригинала. В арсенале Джима появилась специальная сопля, которая используется и как парашют, и как средство для перемещения между слизистыми поверхностями. Соплей вообще, на удивление, много. Но не так много, как коров. Дуэт порнокопытных в конце каждого пройденного этапа хвалит героя фразой «Well done», мол, славно потрудился. При этом чуть ли не каждый уровень второй части предлагает новую игровую механику. То геймеру подкидывают изометрический экшен, где Джим на своей карманной ракете должен довести до босса ядерную боеголовку. То в стиле советской игры «Электроника. Космический мост» Джим должен спасать щеночков Питера от смерти, которых злобный психоворон швыряет из окна высотки. То Джим сам превращается в надувной шар и с раздутой головой исследует очередную тьму-тараканью. То закадровый композитор включает лунную сонату Бетховена, а сам Джим в костюме Саламандры летит через слепую кишку на ток-шоу, в котором ему будут задавать вопросы на знание его собственной биографии. Во второй части стало намного больше всего. Одну из локаций можно капитально разрушить, выпиливая куски ландшафта и пробираясь к выходу, поэтому её даже не смогли по техническим причинам добавить в порт игры для MS-DOS. При этом игра стала веселее за счёт расширенного арсенала оружия типа самонаводящихся ракет в виде миниатюрных домиков или пушки в виде карманной фермы, которая выжигает всю живность на экране, кроме червя и его суперкостюма. И в целом, сложность игры по сравнению с первой частью стала ниже. Игра всё ещё может быть хардкорной, но уже не вызывает желания швырнуть геймпад в экран телека. Во второй части геймерам предстоит разминировать коров и использовать их как противовесы для прыжковых упражнений, таскать свиней и спасать животных от инопланетян. Летающие коровы — обыденная вещь для сиквела, а вместо традиционного финального босса сюда добавили забег по локации с препятствиями против психоворона, который наряду с Джимом сражается за сердце принцессы «Как её там». Только для того, чтобы выяснить, что она всё это время была ещё одной коровой. Но не волнуйтесь, это не канон. Успех первой игры сподвиг Дугласа совместно с Warner Bros. запустить в производство анимационный сериал. Он выходил с сентября 95 по декабрь 96. Телеканал Kids Warner Bros. удачно подгадал релиз второй части и незадолго до этого выпустил первый сезон, состоящий из 13 серий. Во втором сезоне вышло всего 10 серий, но они были яркими и запомнились геймерам, хоть и сниженным по сравнению с игрой, но всё ещё неплохим градусом безумия. Все 23 серии главного героя озвучивал Дэн Кастелланетто, официальный англоязычный голос Гомера Симпсона. А в России его озвучил не менее известный Леонид Белозорович, который блистательно озвучивал когда-то Виктора Резнова в локализации Call of Duty Black Ops и Остина Пауэрса в российском дубляже. Сериал был логическим продолжением дилогии. Авторы показали всех злодеев из игровой вселенной, а помогали Джиму всё те же щенок Питер, спасённый в первой части, сексапильная принцесса «Как её там» и малыш-слизничок, разумный кусок слизи, который служит герою парашютом и обитает в его рюкзаке. Закрыли сериал из-за когнитивного диссонанса. Он был предназначен для детей, но там порой встречались шутки для взрослых, и до конца непонятно было, кому же всё-таки это смотреть. В далёком 94-м Джима признали лучшим новым героем видеоигры по версии тогдашнего монополиста игровой прессы Electronic Gaming Monthly. Нет ничего удивительного, что его стали пихать в другие игры. В 96-м Червячок дебютировал в качестве бойца файтинга Battle Arena Toshiden. Разработчики и издатели игры не имели никакого отношения к Интерплей, но та смогла договориться о добавлении гостевого персонажа в ПК-версию игры. И Джим стал эксклюзивным героем только для тех, кто играл в Toshiden на операционной системе DOS, которую сейчас помнят лишь сисадмины глубоко за 30. Для арены Джима даже написали уникальную музыку, а вот приёмы скопировали с другого персонажа. Как сейчас помню, что ПК-версия могла похвастаться мощным на момент выхода разрешением в виде 640 на 480 пикселей. Эх, было же время. В 97-м вышел файтинг Clay Fighter 63,1. И знаете что? Ради участия в нём Джим освоил каратэ. Пластилиновый червь в суперкостюме сражается здесь на равных с остальными пластилиновыми... Пл... блядь. Эм... дубль. На равных с остальными пластилиновыми дрочунами. Трудно забыть издевательскую реплику Джима. Лузер! Лузер! В адрес поверженного соперника и возможность сделать фаталити под названием клейталити. Разорвать пластилинового оппонента на части. На волне успеха Super Mario 64 правообладатели червяка компании Interplay принимают решение перевести любимую многими вселенную в три измерения. Настоящее 3D в Earthworm Jim 3D оборачивается для игры катастрофой. Во-первых, триквелом занимаются не ребята из Шайни, а студия Vice Entertainment, за душой которой одна-единственная игра. Heads, встреченная прессой более чем прохладно. Во-вторых, игра оказывается в производственном аду. В команде разработчиков творческие разногласия, высокая текучка и постоянные технические траблы. В итоге игра выходит для Nintendo 64 и чуть позже для ПК, а версию для первой PlayStation отменяют. На самом деле это даже к счастью. Игра выглядит убого и откровенно халтурно. Больше всего нареканий у геймеров, да и у представителей прессы, вызывает наличие огромного количества багов и вылетов. В качестве бонуса к этому прилагается кривая система камер, из-за которой зачастую невозможно увидеть врагов и отреагировать на проблемы. В общем, дело даже хуже, чем в ранних частях Resident Evil или Alone in the Dark. Ещё одной причиной для расстройства становится дефицит фирменного безумия, присущего первым играм серии. Джим потерял уникальный стиль, а взамен приобрёл только болячки, костыли и неинтуитивное управление. Шквал критики вынуждает Интерплей задуматься о приостановке работы над четвёртой частью. Команду горе-разработчиков расформировали в 2007 году, к которому они так и не научились делать хорошие игры. И тогда же дальнейшая судьба серии выглядела совсем не так радужно, как после выхода первого сезона анимационного сериала. Шарм утратила не только 3D-версии игры, но и последняя на данный момент уникальная часть серии Earthworm Jim Menace to the Galaxy. На её фоне предыдущий провал выглядел как победа. Menace to the Galaxy вышла через две недели после релиза третьей части и является эксклюзивом портативной консоли Game Boy Color. В конце 90-х ГБК была одной из самых технически слабых консолей на рынке и доживала свой век, готовясь уступить дорогу более мощной и продвинутой Game Boy Advance. В портативном формате Джимми получился совсем ужасным. Малое количество контента, откровенно устаревшая графика, акцент на собирательство предметов и отсутствие фирменной атаки хлыстом вызвали бугурт у сотен геймеров. Даже самые дружелюбные рецензенты упрекали игру в скучности, однообразии и отсутствии шарма, присущего первым двум частям. 99-й год выглядел для серии неудачным. Дэйв Перри не имел никакого отношения к провальным третьей и четвёртой частям, так что нет ничего удивительного в итоговом фейле. Однако Интерплей всё же нашла способ выжать из стричка Джима новые деньги и новые соки. Червячный джуз. Заказывали. В 2006 году оригинальная команда разработчиков, состоящая из Перри, Тэн Нейпела, а также Ника Брути и Тома Таларико, объединяется для создания ремейка первой части. Авторы разрабатывают игру для хитовой портативки PSP, то есть PlayStation Portable и к концу года рассылают играбельную версию обновлённого червяка по игровым редакциям крупных гейм-изданий. Однако незадолго до релиза новый правообладатель в лице Atari принимает решение заморозить игру. Atari избавляется от студии Shiny, и та вынуждена свернуть разработку всех проектов. Стоит также отметить порт второй части на Game Boy Advance, за него отвечала российская компания Super Empire Interactive Incorporated. Ох, название-то какое, братцы! Сам порт вошёл в историю как худшая версия игры из всех когда-либо релизнутых. Выйдя в 2002-м, авторы умудрились сделать графон хуже, чем во всех предыдущих версиях. Были проблемы с музыкой и лагающими звуками, попадание во врагов не всегда учитывали, сделая высокую сложность буквально непроходимой. За новые глюки Super Empire вспоминают не самым добрым словом по сей день. Ремейк Джима всё-таки выходит, но только в 2010 году и под названием Earthworm Jim HD. В эту версию для Xbox 360 и PlayStation 3 добавляют три новых бонус-уровня и сюжетную заставку в виде комикса. Главным нововведением становится поддержка сетевого режима для четырёх игроков со специальными уровнями на базе уже доступных в игре локаций. Но парочку уровней авторы всё-таки вырезали. Секретный уровень «Кто выключил весь свет», действие которого происходит практически в тотальной темноте. И уровень с агрессивным динозавром «Большая Брути», названный так в качестве подколки Ника Брути и старой команды Shine. На самом деле полноценным ремейком игру назвать трудно. Авторы лишь подтянули графику до современного стандарта, да разбавили всё дополнительными уровнями сложности. Фанатам червя доступны лёгкая, средняя и тяжёлые сложности в придачу к оригинальной. Оригинальная сложность многих геймеров заставила понервничать, и теперь она официально признана ещё более сложной, чем обычный хард. К сожалению, в 2018 году игру убрали из цифровых магазинов, включая мобильную версию для Windows Phone. Кто не успел, тот уже не поиграет в HD-версию легально. В 2017 году фанаты сделали попытку подарить Джиму новый шанс. Они создали Earthworm Jim Rebooted за 7 недель на движке Unreal Engine 4-го поколения. Назвать это игрой сложно, скорее технической демкой с кое-какими элементами геймплея. Создавалась фанработа в рамках университетского геймджема, от участников которого требовалось выкатить современную версию старенькой игры. Фанработу отметили в номинации Industries Choice Scholarship, а её авторы команды из девяти студентов даже получили стипендии на дальнейшую разработку игр. Но у нас тут всё-таки эволюция, а не очередной выпуск «Некролога о смерти» ещё одной серии игр. И для тех, кто сомневается, скажу честно, у Джима сейчас есть все условия, чтобы вновь напомнить о себе. В этом году выходит совершенно новый анимационный сериал Earthworm Jim Beyond the Groovy. Он станет перезапуском Джимми вселенной. Уже вышел первый трейлер, в котором Червь рассказывает о том, как добрых два десятка лет приводил свои мысли в порядок, находясь в реабилитации. Режиссёром выступит создатель фильма «Пиксели», который пропитан любовью к ретро-играм. Не стоит забывать и про настоящую четвёртую часть. Earthworm Jim 4 была анонсирована ещё в 2008-м, но из-за постоянных проблем, переносов и смены рук застряла в производственном аду. Первый трейлер четвёрки появился ещё в 2020-м. Джим, словно не было этих долгих лет разлуки, выпрыгнула китчёрт из табакерки со своим фирменным криком «Груви!». Визуальная игра похожа на Battletoads 2020-го, и мы надеемся, что это сходство ограничится только визуальным рядом. К жабам у нас есть неприятный вопросик. Судя по трейлеру, за время отсутствия герой освоил парочку новых реплик. Он кричит «Бумер!», обращаясь к игроку по другую сторону экрана, а затем бородатой шуткой «Дёрни меня за палец!». Геймеры бы с радостью, но дело в том, что Earthworm Jim 4 является эксклюзивом консоли Amico от компании Intellivision. Консоль должна была поступить в продажу ещё в 2019-м, но череда переносов из-за пандемии, коронавируса и других технических трудностей заставила авторов сдвинуть дату на этот год. У новой игры нет даты релиза, Intellivision осторожны в прогнозах, однако планируют сделать Джима одним из главных хитов консоли. Авторы регулярно выпускают дневники разработчиков и отчитываются о прогрессе создания Amico. По слухам, релиз сериала игры состоится уже до конца этого года. Последний раз Джима официально пересдавали в 2019-м. Первую часть выпустили вместе с консолью Sega Genesis Mini, на которой заранее предустановлено 40 лучших игр в истории Sega эпохи Mega Drive. Само собой, наш червячок среди них. К слову, ранее мы уже вспоминали игры про черепашек-ниндзя, боевых жаб и Человека-паука. Кто же еще из культовых ретро-героев заслуживает внимания? Пишите в комментариях и подписывайтесь на IGM во всех социальных сетях, в Дискорде, ТикТоке, Твиче и на Ютубе. Жду ваших комментов, всех обнял и приподнял. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин